Знаете такое выражение «попасть в десятки»? Но мы сегодня будем говорить не о десятке, мы возьмем несколько большее число, мы возьмем сотку. И наше упражнение называется «100 дней за 100 дней 100 подвигов». Хотите совершить за 100 дней 100 подвигов? Да, нет? Ответьте сейчас сами себе. Или давайте по-другому поставим вопрос. Хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону? Хотите научиться делать то, чего вы никогда не делали? Тогда это упражнение для вас. Итак, за 100 дней 100 подвигов. Что такое 100 дней, понятно, да? Это обычные календарные дни, в каждой из которых вы будете делать по одному подвигу. Теперь давайте посмотрим, что же такое подвиг, который вы будете делать каждый день. Итак, сначала ваша задача. Вам необходимо взять чистый лист бумаги и ручку. Вы садитесь спокойно там, где вас не потревожит никто. Берете минут 15, лучше минут 40, для того, чтобы поглубже заглянуть в свое подсознательное. Наша подсознательное имеет такую способность скрывать те вещи, которые нам неприятны к исполнению. Поэтому, если вы сидите 15 минут, вы какой-то верхний слой только снимете подсознательного и найдете, что же вам не нравится делать. Если вы просидите 45 минут, то вы более глубоко копнете. К таким спискам можно возвращаться бесконечное количество раз и искать, 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 что же там в подсознательном от вас спрятано. Но для начала давайте так. Возьмем 40 минут. Вы берете лист бумаги, засекаете 40 минут, берете ручку и начинаете на этот лист бумаги выписывать и вспоминать все те ситуации, действия, в которых вам неприятно участвовать и то, что вам не хочется делать. Для примера. Вам трудно знакомиться с посторонними людьми. Вам сложно спросить у человека, который час. Вам некомфортно заходить в помещение, где сидят люди, которых вы не знаете. Вам страшно выступать перед аудиторией. Вот лишь несколько примеров, которые я вам сейчас озвучил. А у вас они могут быть абсолютно другие. Но вот в этом ключе. Итак, вам вот типа таких ситуаций необходимо выписать за 40 минут великое количество. Так как мы за 100 дней делаем 100 подвигов, значит нам необходимо 100 таких ситуаций. Итак, нам необходимо 100 пунктов. Для того, чтобы начать действия эти делать, вы берете первый день, первый пункт и в течение дня находите время, чтобы это сделать. Преодолевая все сопротивления, замечая все отговорки вашего ума. Ой, может быть с завтрашнего дня начну. Ой, может быть потом. Мы не откладываем. Мы просто берем. У нас есть сегодня день и у нас есть всего одно действие. У нас есть маленький подвиг, который мы выполняем. Итак, день за днем. Ваших 100 пунктов и ваших 100 дней. Лучше это все записывать для себя. Через какое-то время, если ваших пунктов будет не 100, скажем, а только 50 вы наберете, вы можете через 50 дней начать повторять те пункты, которые вы уже сделали. Когда вы начнете это делать, вы заметите, что сначала будет идти сопротивление. Потом вам будет возникать интерес это сделать. А затем вы даже не заметите, как произойдет чудо, и вам данное действие, которое было сложно когда-то сделать, станет делать не просто просто, да, а станет сделать в удовольствие. Это будет приносить вам удовольствие. Но для этого вам нужно просто начать это делать. Да, знаю, страшно, да, знаю, не комфортно, да, не хочется идти, но вы берете и делаете. Итак, у вас есть 100 дней, и у вас есть 100 ваших подвигов, которые вы сделаете. Через 100 дней приходите, отчитайтесь, расскажите, как это научиться быть героем. Вперед! Продолжение следует...